Всем привет! Я Елена и вы на канале из Эстонии с любовью. У нас бабье лето или бабья осень. То солнышко, то дождик моросит. В принципе, так не холодно. 16 градусов сейчас. И я тут вышла прогуляться, часики намотать. И хочу рассказать вам, потому что меня спрашивали, как я получила вид на жительство в Эстонии. Причем сказали рассказать подробно по пунктам. Сейчас расскажу, что помню. Потому что это все началось 6 лет назад. И если 6 лет назад все было свежо в памяти, то сейчас память же заполняется новыми событиями и что-то стирается. Поэтому сейчас погуляем по осеннему парку. Сходим на так называемую бассейку. Это у нас в Кохлоярве называется такой водоемчик с уточками. И я расскажу, как я получала вид на жительство. 6 лет назад, как раз в сентябре, я вышла замуж за гражданина Эстонии. И у нас возник вопрос, где мы будем жить. И решили жить в Эстонии, потому что здесь у мужа была довольно-таки хорошая работа. Решили мы остаться здесь, жить в Эстонии. Для того, чтобы жить в Эстонии, мне нужен был вид на жительство. До этого я 2 раза получала шенген. Первый раз шенген у меня был на 2 недели для посещения Эстонии. А потом мне дали шенген на 90 дней и на год. То есть я должна была эти 90 дней в течение года как бы использовать. Вот. И все, и заканчивался мой шенген. И мы стали оформлять вид на жительство в Эстонии. Вид на жительство мне дали здесь по браку. Еще вид на жительство можно получить либо если вас пригласили на работу, или если вас пригласили на учебу, или вы ухаживаете за больным близким родственником. Но в случае, допустим, смерти этого родственника вы обязаны покинуть страну. У меня одна клиентка есть. Она рассказывала мне, что да, она ухаживает за больной мамой, живущей в Эстонии. Но вот она уже года 4, наверное, здесь живет. И ей сказали в департаменте полиции, что как только что-то с мамой такое случится, она обязана будет уехать. Но вообще, если человек прожил в Эстонии по временному виду на жительство более 5 лет, ему делают постоянный вид на жительство. Ну так вот, вид на жительство здесь я получала по замужеству. И когда мы пошли подавать документы, чтобы мне сделали этот вид на жительство временный, мне сразу сказали, что если, ну, в случае развода я обязана буду покинуть страну. вот как бы так. И для того, чтобы мне дали вид на жительство, мы должны были заполнить заявление. Муж должен был заполнить заявление, что он как бы приглашает жить меня здесь. Эти бумаги нам выдали в департаменте полиции и пограноохраны. также я должна была получить медицинскую страховку, заплатить за нее, за эту медицинскую страховку и должна была по-моему прописаться. Я должна была получить прописку, да. Вот. Или точно не помню. Или прописку я должна была получить, чтобы встать на биржу. По-моему, да, прописку я должна была получить, чтобы встать на биржу. Здесь я должна была заплатить медицинскую страховку, то есть заплатить за нее. Ну вот да, что-то с пропиской я, конечно, в замешательстве. Но прописку мы с мужем делали. Он меня прописывал у себя. Вот. И поехали мы в страховую компанию, которая должна была сделать мне медицинскую страховку. так как, чтобы дать мне вид на жительство, это мое заявление рассматривалось, мне сказали, примерно в течение двух месяцев. Должно было рассматриваться это заявление. И страховку мы решили оформлять не на год, а оплатить по крайней мере пока три месяца этой страховки медицинской. Вот. Это нам обошлось по-моему 150 евро на три месяца. Это страховка. Так как ждать два месяца, тут три месяца. Вот. Это я хочу сказать на будущее тем, кто будет оформлять вид на жительство в Эстонии. Не оплачивайте сразу всю страховку, потому что вы потом же можете встать на биржу и страховку медицинскую будет за вас оплачивать уже биржа. И вот в данной ситуации нам посоветовали пока за три месяца заплатить, а потом в случае чего эту страховку продлять. Поэтому мы так за три месяца и заплатили. Ну и все. И с этим списком документов, со страховкой, с этим заявлением мы опять направились в департамент полиции и погранохраны, где подали заявление мое на вид на жительство. Здесь же в департаменте есть как бы такая фотокамера, где можно сфотографироваться сразу на документ. Ну и мне сказали, надо ждать где-то два месяца. И шенген у меня заканчивался, и мне пришлось выехать из страны. хотя я так думаю, я могла в это время и находиться в стране, не выезжая и ждать эти документы. Но мы этого не знали, и я уехала к себе домой, и вот мы ждали, когда мне сделают вид на жительство несколько дней. Из шенгена у меня осталось там, по-моему, пять или шесть дней для того, чтобы приехать в Эстонию и получить свою долгожданную ИТ-карту, удостоверяющую то, что я являюсь уже резидентом Эстонии и получила вид на жительство здесь. И вот я уехала в Россию, а муж названивал в департамент и узнавал, готовы мои документы или не готовы мои документы. Делали их, конечно, долго рассматривали, дать мне или не дать вид на жительство. Ну и все. Я при возвращении в Эстонию мне еще как бы на границе сказали, что у меня всего лишь там пять или шесть дней для посещения Эстонии. Я сказала, что я еду получать документы и остаюсь тут. Ну и приехала я мы получили мою ИД-карту. Да, и вот тогда я прописалась и встала на биржу по трудоустройству. У нас она называется той-ту касса. Встала на биржу и тогда уже биржа платила за меня вот эту вот медицинскую страховку мою. вот это я хочу еще раз сказать, чтобы вы сразу всю страховку не оплачивали. Те, кто планирует работать в Эстонии. конечно, нам с многим пришлось столкнуться здесь и пропустить все это через себя, потому что посоветоваться было не с кем, кто и как оформлял документы и как брак оформить можно было, как приехать сюда. Все это, как говорится, знаете, есть люди, которые специально готовятся, допустим, покинуть свою страну, приехать в другую, узнают, как это сделать, тщательно к этому готовиться. У нас этого не было, и у нас не было на это время, не было времени на это. У нас вот так вот случилось, все спонтанно, и мне надо было переезжать в Эстонию, поэтому мы по крупицам собирали всю эту информацию, которой я с вами и делюсь. Да, еще хочу сказать, временный вид на жительство, он выдавался, первый, первый документ, первая ЭД-карта, она выдавалась на год. Год проходит, я подаю заявление, чтобы мне продлили вид на жительство, мне его продлевают еще на год, а в третий раз должны были дать на два года, но мне дали на пять лет, потому что, ну, как бы, департамент полиции и пограноохраны, видимо, посмотрели, что я здесь устроилась на работу, я работаю, мы приобрели совместную недвижимость, и до я до сих пор замужем, мы не развелись, поэтому дали мне на пять лет, сейчас, спустя, вот я шесть лет уже живу в Эстонии, спустя пять лет я могу получить постоянный вид на жительство, но у меня пока этот вот действует до конца 2022 года, то есть еще, как бы, год действует, я работаю, я тут живу, с мужем, поэтому дадут постоянный осень наступила раннее, видимо, такая же будет зима, а вообще в Эстонии очень комфортно, все говорят холодно-холодно, ребята, не жили вы на Урале, где вот действительно холодно на Среднем Урале, и ветра, и весна тоже поздняя, и осень ранняя, и бывают какие-то всплески, с плюсов сразу на большие минусы, в Эстонии климат очень комфортный, для меня, по крайней мере, мне здесь не холодно, мне здесь комфортно, единственное, что зимой здесь очень темно, редко выглядывает солнышко, и бывает, что зимой мы вообще свет не выключаем, если весь день находимся дома, и вот это вот давит немножко вот эта темнота, позатом году у нас зимы практически не было, но было все время пасмурно, пасмурно, не было снега совершенно, и все такое было, вот серое, такое, было тяжело, конечно, когда нет зимы со снегом, а так, в принципе, лето теплое, осень, как положено быть осенью, весна приходит вовремя, но не всегда бывает зима. Вот вот это наша бассейка, сюда мы летом ходим кормить уточек, есть такой красивый ларк, ухаживают за цветами, смотрите, смотрите,